Два часа дня в Одессе, в прямом эфире седьмого новости, в студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. С самого утра под Одесской облгосадминистрации проходил митинг. Акцию организовала Федерация профсоюзов области. Также к ней присоединились активисты партии «Батькивщина» и «Союз левых сил». Против чего выступали и к чему пришли, расскажет Анна Грынев. Ровно в десять утра под Одесской ОГО активисты развернули плакаты и флаги. Все они выступали против повышения тарифов. Большинство пришедших – пенсионеры. Тарифов нет! Тарифов нет! Здравствуйте. А против чего? Я не хочу жить. Что-что? Я не хочу поговорить. Так вы же на митинг пришли. Против чего? Против повышения тарифов на газ, на свет, на все. Потому что зарплата служащих не соответствует тем тарифам, о которых говорит правительство. Митинг организовала Федерация профсоюзов Одесской области, активисты партии «Батькивщина» и «Союз левых сил». Представители противоположных политических лагерей заверили нас, что временно объединились и никаких конфликтов на акции не будет. Я уже успела заметить, что есть здесь представители антиукраинского движения, антимайдана. Люди, которые когда-то были на Куликовом поле, как вы с ними, собственно, сейчас стоите на одном митинге? Вы знаете, я не знаю представителей антимайдана, потому что у меня противоположная позиция. Я патриот, я люблю ненькую Украину. Но если люди кинутся на произволящее, то мы не распределяем антимайдан или майдан. Мы все украинцы. Я смотрю, здесь много представителей патриотических партий, что отличается от ваших взглядов, как вы, собственно, вместе. Вы знаете, на сегодняшний день много так называемых патриотических партий поддерживают или идут против властей по экономическим вопросам. Но все же небольшой конфликт между митингующими произошел. Не могли определиться, на каком языке скандировать лозунги. Что говорить, гоньба или позор? А что вы на Украине живете? А мы молчим. А что? Это она, Украина. А где? А мы все у себя. Все здесь не такой говорить. И нечего. Ну, не знаю, если кричать, что вы не представители России. Позже активисты единогласно проголосовали за резолюцию против тарифов. Этот документ передали в ОГА. Под конец мероприятия один из организаторов, кстати, представитель антиукраинского движения, призвал всех почаще собираться на акции протеста. Я призываю профсоюза. Эти митинги и эти акции почаще делать. Митинг против тарифов продлился ровно час. После все организованно подошли к своим автобусам и разъехались. Анна Грынев, Евгений Руденко, 7 канал. Забор «Неваляшка». На пляже в районе дачи Ковалевского вновь появился забор, преграждающий дорогу к морю и пляжу в районе так называемой лаборатории Инфоксводоканала. Когда на место с проверкой приехал Михаил Саакашвили, ограждение исчезло. И глазам отдыхающих открылся шикарный комплекс на берегу моря, который, по словам главы области, принадлежит экс-министру экологии Владиславу Злачевскому. Фотографии с забором на пляже в районе дачи Ковалевского местные жители сделали специально. Показать Михаилу Саакашвили, который уже сносил здесь ограждения в прошлом году. Однако уже сегодня от забора остались лишь следы. В Инфоксводоканале, у которого здесь якобы находится лаборатория, решили не повторять прошлогодний опыт. И сами демонтировали конструкцию вокруг шикарного строения над пляжем. Вот эта вещь содержат одесситы за счет тарифов за воду. Забор поставили за их счет, за счет одесситов и сняли за их счет. Вы что думаете, они свои карманы оплатили? Вы платите каждый день, мы платим каждый день вот им, чтобы у них был бассейн с золотой рыбкой. По словам Михаила Саакашвили, богатая усадьба, она же лаборатория, принадлежит скандальному бывшему министру экологии Владиславу Злачевскому. Ситуация такая, что этот человек Злачевский пребывает в эмиграции. После того, как он украл много-много миллионов долларов государственных денег, будучи министром экологии, то есть министром, который контролировал эту сферу. И он потом, он находится за границей, у него есть лаборатория так называемая. Я недавно был в лабораториях наших медицинских, например, куда раковы больные ходят. И каких они состояния, мы можем увидеть. А лаборатория Злачевская выглядит, как самая роскошная вилла на Средиземном море. И чтобы знали, это не собственное Злачевское. Это все имущество, инфоксводоканал. А мы его, а это не его собственность. А мы арендуем счет этого. И он, как соучредитель, арендует все, и в инженерной сети, и все остальное просит. Чтобы опровергнуть информацию о том, что здесь обустроена лишь лаборатория, Саакашвили провел экскурсию по усадьбе на самом берегу. Статуи, фигурно подстриженные кустарники и пара бассейнов, один из которых обитаемый. Посмотрите, рыбки. На ужин в Харапабу. Дорогие одесситы, вот так? Вот тогда вы платите за вашу воду. Мы еще кормим этих рыбок. Вот эта вот вода, эта вода сойдет со штольни. Часть мы ее берем, вот для этих рыбок. И смотрим, какая она идет. И остальное выбрасывается в море. Вы все смеетесь. По мнению главы обл. администрации, решение народных депутатов о снятии депутатской неприкосновенности в отношении Александра Онищенко показуха, поскольку ему сначала дали уехать. Так же, как не верит Саакашвили в серьезность уголовного преследования экс-министра экологии. Некий Злачевский, который сидит в Израиле, которого ищет не только украинская прокуратура, якобы ищет, а ищет много еще на него дела в Европе, в Америке. А этот Злачевский каждый день. Ну, если эту рыбу не ест, то, по крайней мере, получается отсюда деньги. И все очень просто. И все очень просто. Вот так. Пока вот Злачевские сидят, я никогда не поверил, что Онищенко там кто-то серьезно хотел посадить. Пока Злачевский, вот всем этим орудует. В то же время работники Инфоксводоканала настаивают на необходимости установки забора, который сами же и снесли. Александр Полуев, Евгений Руденко, Седьмой канал. Шлагбаум на спуске к пляжу на 13-й фонтана необходимо снести. Такое мнение высказал председатель Одесской ОГА во время своего визита на побережье. По его словам, одесситы и гости города должны иметь альтернативный доступ к морю, бесплатный. К тому же, сама законность пункта пропуска к морю вызывает сомнения. Попробуйте карточку запросить. Карточки нельзя, потому что это можно фальсифицировать, а карточку там можно предъявить. Обычно, обычно грабеж у тебя на днях, под прикромом мере Одессы. Поэтому я хочу сказать начальнику полиции, мы должны, я думаю, что это абсолютно незаконно. Во-первых, там схемы не было больших стоянок. Во-вторых, все документы должны мы взять, подать в суд. Этот шлагбаум, мне кажется, мне надо убрать. В то же время предприниматели, которые под прикрытием городских властей собираются дыхающих деньги, для обустройства самих стоянок не делают ничего. Вот как работает Борсовет Одессы, значит. Есть такая женщина Лазовенко Марина, она один из руководителей комиссии по транспорту Борсовета. Вот она реально вот за этой стоянкой. Что это стоянка? Вот посмотрите. Какой-то тип взял, перегородил. Несколько таких больших участков у самого многолюдного пляжа города, одного из самых многолюдных. Вообще никакого, ни копейки не уложил. Посмотрите, какие-то ямы какие-то, ни разметки, ни разрешовки, паркинги как должны быть, за инвалидом какие-то вещи. Ничего нет. Ни ровного асфальта, ничего нет. Чтобы просто поступить за пляж. Как змея Горыныч сел на поступок к пляжу и не пускать людей без того, как платить деньги. Тем временем работы по укреплению дамбы Хаджибейского лимана могут не начаться. Мэрия не смогла отдать тендер на ее реконструкцию компании, которую связывают с мэром и решила просто аннулировать результаты торгов. В теме разбирался Игорь Хмурый. Ранее мы рассказывали о резонансном тендере, в котором неожиданный конкурент Росдорстроя предложил на 6 миллионов меньше, при общем бюджете проекта 40 миллионов. Чиновники попытались отказать победителю, компанию Укрспецтехника, раз за разом придумывая бюрократические нелепости. К слову, Росдорстрой давно связывают с окружением Геннадия Труханова. Шум скандала дошел даже до руководства Одесской области. Из-за резонанса тендерная комиссия запросила у авторов самого выгодного предложения целую кипу документаций. Но даже получив ее, с ответом не торопилась. Мы неоднократно к ним обращались с просьбой разъяснить, почему тянется время, почему какие-то условия, которые они к нам новые хотят от нас, они никаких ответов не дали. Мы отправили три письма, ни на одной из них не было ответа. Также с решением об отмене торгов только сегодня получили письмо. То есть по законным срокам они вообще не вписываются в них и просто игнорируют законы, законные сроки. Комиссия провернула нехитрую топорную схему. Из трех претендентов она техническими уловками выбросила двоих и заявила, в аукционе законно участвовала одна компания. Естественно, Росдорстрой. А значит, результаты торгов не подходят. Филипп говорит, причины отказа его компании противозаконны и даже попахивают уголовщиной. Они, допустим, пишут, что не заверенная подписью, не заверенная печатью. Но по условиям тендерных торгов это является несутевым нарушением. И из-за него нельзя отменять, скажем так, торги. Это первое. Второе, они пишут, якобы нету части трудовых книжек. Но мы не первый год на рынке, мы уже довольно-таки долго участвуем в тендерах. У нас постоянная проверка документов, которые мы отправляем на тендера. И я вас уверяю, что все ксерокопии книжек трудовых были в наличии. Мы подозреваем, что, возможно, была какая-то фальсификация с нашими документами. Их просто или вырвали, или изъяли как-то. Укрспецтехника попробует отбить свой тендер в судах. Но в успешную борьбу со строительной гидрой Росдорстрой Филипп верит слабо. Скорее всего, считает он, комиссия попробует тихонько провести новый тендер, проследив, чтобы о нем узнали только нужные компании. Тем временем, часики тикают. Если до конца лета работы по укреплению дамбы Хаджибейского лимана не начнутся, скорее всего, их перенесут еще на год. Но соседи буйного водоема потерпят им не впервой. Судя по всему, для кое-кого 6 миллионов гривен намного важнее, чем безопасность тысяч горожан. Игорь Хмурый, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Одесса немного превратилась в Монте-Карло, только и успевая выкладывать деньги за зрелище. Талантливые чудовики вкупе с предприимчивыми дельцами оккупировали Приморский бульвар и Дерибасовскую. Что предлагают отдыхающие мои, каковы расценки, узнавали наши корреспонденты. В центре каждый норовит удивить своим недюжинным талантом. Здесь и душесчипательные духовые, и оточенная перкуссия, и бойкая гитара, предлагающая плясать под каверы. Встречаются также оригиналы, которые называют себя целителями. Седьмой канал попробовал сыграть этно-транс вместе с такими бродячими эзотериками. Для заезжих гостей припасены и услуги графолога. Мужчина с чемоданом и блокнотом бродит по Одессе и предлагает разгадать вашу тонкую натуру по одному лишь подчерку. А у нас разве есть какие-то учебные заведения, которые учат на специалистов-графологов? Я не знаю, у меня талант от пруды, пруды, жизненный опыт. Еще один соблазн стать добровольным банкротом. Это загримированные актеры, имитирующие статуи. Видите, ровно на пять гривен. Четко отрабатывает. Ай, молодец! Сложно вам держаться на воздухе? Довольно-таки нелегко, потому что чакры, все это надо очень серьезно напрягать. В среднем в том году, помимо этого у нас есть ангелы, там и бабочки, ну знаете, вообще фигур много. 500 гривен как минимум она должна зарабатывать. Предлагают туристам попробовать себя и в роли уточкиных. Символично. Это махалет да винчи. Такое интересное устройство. А какой в принципе его работы? Мы накручиваем резинку, за счет того, что резинка раскручивается, он машет крылышки. Сколько стоит такое удовольствие? Такое удовольствие стоит 80 гривен, так как это ручная работа, мы их собираем сами. Кого только не заметишь среди гостей города, каждый возит за собой свою историю, в которой, как правило, места для хвостовства роскошью нет. Можно отдохнуть, но недельку. Но не больше. Деньги закончатся? Да, да. Но относительно наших доходов стало дороже. Некоторые приезжие внезапно скидывают перед нами обувь. А сейчас танцевальный привет от самых маленьких гостей из Харькова. Три, три, четыре. Есть и явные любители наживы. Вопреки запрету на фотосъемку с животными, они продолжают заниматься своим хитрым промыслом. Эксплуатируют зверей вовсю. Полсотни метров в седле принесет прибыль хозяевам 50 гривен. Тут же рядом предлагают проверить себя на меткость. Сбить две бутылки одним ударом и получить вино в подарок. Каждая попытка 10 гривен. А сколько таких проб можно лишь представить. Любителям сказок поиграть в золушку тоже вряд ли удастся. Решатся ли их принцы выложить 1600 гривен за час катания на карете по вольному маршруту. В неугомонном центре спешат исполнить любой ваш каприз. Рисуют баллончиками картины за 60 гривен. Сделают татуировки за 20 гривен и выше. А вот еще одна заманчивая потеха. Но пылесос для вашего бюджета. Мы балансируем на таком сегвее. Он держит нас. Но удастся ли сбалансировать финансы? Ведь такое развлечение недешево стоит. 650 гривен в час. В прошлом году Одессу посетили более полутора миллионов туристов. В 2016 сезон пока не закрыт и подводить итоги рано. Но, как видим, поток паломников за зрелищами не иссякает. Мария Сапкалова, Андрей Кульба, 7 канал. Седьмому каналу стало известно, на каком авто ездит мэр города. 600-й Мерседес – очень затратная машина. Одна поездка в мэрию обходится в 500 гривен. Детальнее о трудовых буднях городского головы смотрите в нашем расследовании. Сегодня 17.10. И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и в социальных сетях. Если вы стали очевидцами интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Больше информации в 16 часов. Оставайтесь седьмым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова